В спорткомплексе «Динамо» сегодня состоялись соревнования по пожарно-спасательному виду спорта. 37 мальчишек и девчонок выясняли, кто из них самый лучший. Подробности у Ольги Черной. Соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в зачет спартакиады школьников. В них участвуют ребята 11-15 лет. Здесь наравне испытали свои силы как опытные спортсмены, так и новички. Многие из них уже решили служить в МЧС. Мне нравится. На соревнования ездим, полеситься, лазим. Все это нравится. Профессию какую-то другую выберу, а заниматься этим спортом буду дальше. Всегда говорят, что девочкам в этом спорте мало что дается, но когда ты тренируешься и хочешь чего-то добиться, все получается. В дальнейшем я планирую поступить в МЧС. Тут очень много можно двигаться и можно сбросить без лишних. И можно потом устроиться хорошую работу. В принципе, в МЧС нормальная. Мне нравится МЧС с ним. В МЧС очень хорошая работа. На пути к победе необходимо преодолеть несколько этапов. Участники на время пробежали 30-метровую дистанцию, на скорость штурмовали с лестницей окно второго этажа учебной башни и посоревновались в ловкости в комбинированной эстафете. Жюри оценивало скорость и правильность выполнения заданий. В 2005 год снижение права выступать на один раз выше. По словам участников, каждое упражнение требует максимальной концентрации и скорости. На каждом этапе они стараются выложиться на все 100, чтобы не только улучшить командный результат, но и попасть в сборную города. Очень доволен детками. Молодцы, старались, приходили, занимались полностью. На 100% выкладывались на каждой тренировке. То есть, несмотря на каникулы, хочется дома полежать, там компьютер, но все равно приходили, отрабатывали полностью от и до. На каждом этапе, каждый свою работу знает. Очень много новеньких детей, которые первый раз пришли сюда, то есть, позанимались и показали отличный результат. Тренировки не прошли даром. По результатам этого турнира, самой быстрой и ловкой оказалась пожарная дружина второй школы. На втором месте сборная третьей. Замыкают тройку лидеров в ребята из четвертой школы. Победители и призеры удостоены грамоты и медалей. Ребята из нашего города входят в состав сборной округа. И в этом году они принимают участие в всероссийских соревнованиях за наш Молниевский оттонный округ. Впереди у ребят серьезная подготовка к соревнованиям более высокого уровня. А это значит, постоянные тренировки и работа над собой. Ольга Черная, Сергей Шалафан. Новости Муравленко.